Укрепление авторитаризма или возвращение демократии. Сегодня в Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы. Главный оппонент Эрдогана, представитель Республиканской народной партии Мухарем Индже. Есть ли шансы у оппозиции, выяснял Александр Васильченко. Более 180 тысяч избирательных участков с самого утра открылись в городах Турции. По официальным данным, голосовать на досрочных президентских и парламентских выборах будут около 60 миллионов человек. Эксперты прогнозируют, явка превысит 90%. А вот сами граждане Турции эти выборы называют историческими. В этом году кандидатуры на пост президента выдвинули 6 человек. Но главная борьба развернется между действующим главой государства Реджепты Ирдоганом, кандидатом от Народного альянса и представителем Республиканской народной партии Мухарем Индже. По данным соцопросов, Эрдоган, который, к слову, 16 лет не проигрывал выборы, сейчас поддерживает 50% населения. Но политологи утверждают, этого может оказаться недостаточно для быстрой победы. Поэтому не исключаю, что все точки над Ир оставят второй тур голосования. Борьба между оппонентами разгорелась нешуточная. В канун выборов в Стамбуле прошла многомиллионная акция в поддержку Мухаммара Индже. В случае победы он пообещал в течение 48 часов отменить чрезвычайное положение в стране, усилить борьбу с терроризмом и ускорить переговоры о вступлении в ЕС. Я хочу, чтобы мир, справедливость, братство, равенство, демократия победили на этих выборах. Мы это заслужили. Традиционно семья Эрдогана голосует по месту регистрации на азиатском берегу Босфора в районе Ускудара. На избирательный участок действующий президент пришел в сопровождении супруги, дочери, зятя и двух внуков. Эрдоган заявил, один из главных пунктов его предвыборной кампании – изменение формы правления в государстве. Эти выборы имеют особенность. Благодаря им Турция проводит практически демократическую революцию. Переход к президентской республике – это то, что и должно было случиться с нами. Принимая президентскую систему, мы серьезно поднимаем планку, даже выше, чем современные цивилизации. Оппонент Эрдогана Мухарам Инджио вместе с супругой отдал свой голос на избирательном участке в турецкой провинции Ялова. Надеюсь, это будет во благо наших людей и нашей страны. Надеюсь, что случится самое лучшее. Спасибо всем. Причиной назначения досрочных выборов эксперты считают ухудшение экономического положения страны и связанные с этим опасения Эрдогана. Социологи прогнозировали ему падение рейтинга вплоть до 2019 года. Я надеюсь, что победит Мухарам Инджио. Хочу, чтобы Эрдоган проиграл, мы надеемся. Потому что в Стамбуле нет туристов, мы не можем зарабатывать. Мы хотим лучшего. И, возможно, с приходом Инджио что-то изменится. В 5 часов вечера все избирательные участки закрылись и бюллетень отправили в ЦИК для электронного подсчета голосов. А уже в 12 часов ночи обещают огласить результаты выборов. Александр Васильченко, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. Специально из Стамбула.